С докладом об изменениях в положении о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города выступила начальник юридического отдела администрации Скитима Юлиана Шевчук. Она рассказала, какие документы нужны для конкурса, куда их нужно предоставить, по каким причинам могут отказать в участии в конкурсе на должность главы города. Представленные в соответствии с пунктом 3.2 настоящего положения документы и сведения подлежат проверке. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих замещению гражданином Российской Федерации должности главы города, указанных в пункте 3.1 настоящего положения, он в письменной форме информируется конкурсной комиссией о причинах отказа в регистрации в качестве кандидата на должность главы города. За изменения в положении депутаты проголосовали единогласно. Также народные избранники обсудили изменения в решении Совета депутатов о бюджете Скитима на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 года. Городу добавлены межбюджетные трансферты на 2021 год в сумме 338 млн 606 тысяч рублей. В том числе выделена субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения в сумме 27 млн 795 тысяч рублей. Субсидия на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования увеличена на 4,5 млн рублей. Увеличенные субсидии на реализацию других мероприятий по устойчивому функционированию дорог, обеспечению сбалансированности бюджета и по организации функционирования систем жизнеобеспечения. Принятые изменения депутаты также поддержали единогласно.